Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Есть у меня такое вот, знаете, сильное подозрение, что мой ответ вам не понравится, потому что я не собираюсь давать вам какую-то литературу, я не собираюсь давать вам какую-то методику, потому что считаю его методику и литературу, мягко говоря, не тем, что реально помогают людям решать их проблемы. Моя концепция, моя позиция, которую я придерживаюсь в работе своей, ставит в угол угла человека и все процессы, которые с человеком происходят, абсолютно все процессы, я стараюсь замечать, стараюсь уделять этим процессом и, соответственно, таким образом у меня получается оказывать помощь людям, которые в этом нуждаются. Что здесь я могу выделить? Значит, ребёнок, который достаточно болезненно переживает неудачу, я вижу, что, ну, как бы на мой взгляд, вот, совершенно такая вот объективно есть ситуация, при которой, как мне кажется, ребенок придает большое значение успеху, большое значение результату, большое значение, ну как бы тому получится у него или нет, и на мой взгляд он научиться этому мог только у вас, то есть только вы могли ребенку донести, как мне кажется, вот эту идею, эту мысль, что успех очень важно, что успех это, ну, чуть ли не самое главное, вот, и, соответственно, благодаря этой позиции, помимо всего прочего, ну вот, благодаря этой позиции ребенок, ваш ребенок догадает к успеху, и хочет этого самого успеха, и переживает, что у него этого самого успеха нет. Поэтому вам нужно, вот, с моей точки зрения, с моей позиции, вот, вам нужно научить, научиться, наверное, наверное, самой, в первую очередь, и потом ребенком, научить не обращать такого внимания на успех, как вы обращаетесь сейчас, вот, не придавать успеху такое значение, какое вы придаете сейчас. Результатом, точнее, результатом, больше внимания все-таки стараться уделять именно проживанию, проживанию процесса, ну, процесса дела, проживания процесса, вот, собственно, то, что вижу я, и то, что мне показалось, ну, никак не связано с тем, что вы увлекаетесь, именно самим, как бы, процессом, да, то, что я уже видел, больше похоже на увеличение результатов. Вот, соответственно, опять же, исключительно, вот, с моей позиции, да, с моей точки зрения, вам нужна помощь в, как бы, расширении своего сознания, расширении своего, ну, я бы сказал, наверное, даже осознавания, вот так вот. То есть, не отказываться полностью от результатов, да, не отказываться полностью от, от цели, от цели не нужно полностью отказываться, вот. Ну, а интегрирование в вашу, вот, в вашу парадигму интегрирования еще и других вещей. Таких вещей, вот, как, например, как, например, о, удовольствие от дел, и так далее, ну, вот. Сейчас вы учите, учите ребенка, как мне кажется, вы учите ребенка только тому, чтобы он был ориентирован на результат. Вот, ну, как бы, ничего хорошего в этом я для ребенка, именно для ребенка ничего хорошего в этом я не вижу, вот. Следующее. Мне кажется, что вот в этой, в этом вашем высказывании, когда вы говорите о том, что, что пробовали, есть такой вот, знаете, я бы сказал, недвусмысленный намек на то, что у вас с ребенком достаточно размытые личные границы, я бы так это сказал. Вот. И, на мой взгляд, проблема заключается в какой-то степени в этом, в размытстве ваших личных границ с ребенком. То есть, когда вы говорите мы, вот, ну, ведь, ведь, никаких мы нет, есть только вы ребенок, вот. Не существует мы, а для вас существует. И вот это, пожалуй, является здесь самым неприятным. То есть, необходимо отграничить себя от ребенка. Ну, ну, ответственно, ответственность, например, там, условно говоря, ответственность за себя, за свою жизнь, да, и ответственность ребенка за это. Это очень важно. Очень важно, чтобы вы это делали. Очень важно, чтобы вы уделяли этому внимание. Вот. Потому что без этого будет достаточно проблематично чему-то ребенку научить. Если он знает, что где бы он ни был, и что бы он ни делал, вы будете, там, условно говоря, с ним. Вы ему, там, условно говоря, всегда поможете, вы, условно говоря, всегда будете рядом. Вот. То есть, это, эм, такая позиция, такая позиция, не полезна для ребенка. Вот. Да, это предполагает некоторую свободу для него. Это предполагает некоторое оставление ребенка, а, значит, как бы, наедине с собой, со своими трудностями. Вот это предполагает некоторое внешнее попущение его действий. Вот. Но только так можно научиться личной ответственности. Вот вы пишите здесь, что, ну, значит, собрание арбитра не хочет писать, поэтому делать уроки не любят. Ну, как бы, соответственно, с моей точки зрения, с точки зрения вот того, какую я продвигаю позицию, философию, да, и отношения. Я бы сказал, что если ребенок не хочет делать домашние, ну, уроки, то, заставляя его, вы вырабатываете, ээээ, ну, как бы, обращение к этому тому, что нарушаются люди. Личные границы. Личные границы. Человек. Из-за того, что вы, вот, ну, ведете себя таким образом неуважительно относящаясь к тому, что он, там, условно говоря, не хочет, эээ, делать эти самые уроки. То есть, эээ, я понимаю вас, я понимаю, что вы за него, эээ, переживаете, я понимаю, что вы, если вы, эээ, можете волноваться за ребенка на данном случае, как мне кажется, вы делаете еще только хуже ему тем, что помогает. Вот. То есть, эээ, мне кажется, что на данный момент, эээ, на данный момент, эээ, основных задачи, эээ, психотерапевта и психотерапии, эээ, как таковой. Две. Эээ, первое, это, эээ, пере, пере, эээ, переориентирование вас на, эээ, удовлетворение, вот, я бы сказал так, эээ, в том числе, удовлетворение психологическое. Эээ, психологическое, от того, эээ, что вы делаете, ээээ, все результаты, ээээ, и, ээээ, научение вас транслировать эту мысль, эээээ, окружающим, в том числе, ребятам. Ребенку своему, ээээ, вот. И, второе, второе, ээээ, это отделение, ээээ, личных границ, ээээ, значит, ээээ, ваших, ээээ, и ребенка. Вот. И, на мой взгляд, ничего хорошего дать не могут, в принципе, вам и вашему ребенку, тем более, потому что игнорируют его, ну, как бы выбор, игнорируют его действия, его желание, его упрямление, его позицию, что ли, как таковую. Вот. Это то, что я хочу вам сказать. Важный момент заключается в том, почему так важно отказаться от такой вот помощи, спасительства ребенка и так далее. Потому что, когда вы помогаете, когда вы помогаете, вы даете ребенку свое внимание. И, соответственно, происходит закрепление. Это, я надеюсь, не сложно понять. Происходит закрепление. Закрепление от того, что, когда я слабый, когда мне нужна помощь, меня больше любят. Эта позиция является крайне опасной для будущей жизни человека. Мне, как специалисту, приходилось сталкиваться с людьми, которые были условными продуктами такого рода воспитания. Притом, родители не были какими-то плохими людьми, вселенскими злодеями, желающими своему ребенку зла и прочее. Нет. Родители, да, в общем, все родители, любые родители, какими бы они ни были, они не хотят на сознательном уровне вреда для своего ребенка. Проблема в том, что счастье и польза видят родителям только в их понимании. А вот то, что реально хорошо для ребенка, не всегда учитывается. Поэтому очень важно не навязывать ребенку свою позицию, свое видение, мир и видение счастья. Если хорошая оценка в школе для вас круто не станет, то тоже самое круто и для вашего ребенка. Только учится он и живет он. Он будет доказать ему возможность совершать ошибки, дать ему возможность отвечать за свои действия, дать ему возможность сталкиваться с результатами, последствиями своих действий, последствиями своих решений. Чтобы он сам мог понимать, что он из этого хочет, на что он из этого согласен, на что нет. Чтобы он развивал свою чувствительность и такой вот, ну, своего рода сенсорные органы, органы осязания, органы ощущения внешнего мира и контакта с людьми. А таким образом вы его еще больше помещаете в депривацию. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.